Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витража Веревкаска. Кернополь – удивительный городок на Западной Украине. И, в общем-то, приветливые люди, очень интересная архитектура, есть что посмотреть. И вот здесь, казалось бы, развивайте туризм, заботитесь о культуре, решайте какие-то вопросы, но глава местного облсовета очень хочет побороться с Украинской Православной Церковью. Безусловно, тут определенные позиции имеют раскольники из ПЦУ. Греко-католическая церковь, фуниаты, но в то же время идет серьезнейшее наступление на позиции Украинской Православной Церкви. 4 мая было заседание местного облсовета, где не было принято никакого решения и не было обращения к Верховной Раде. Но сейчас представитель партии «Свобода», глава местного облсовета, инициирует сбор подписей по городу, где любой желающий может высказаться в пользу запрета Украинской Православной Церкви. Даже если он не верующий, не имеет никакого отношения, не имеет, в общем-то, никакой религиозной позиции, но он может это сделать. Мополь не был моим конечным пунктом назначения. Я съездил в Почаев, в общем-то, чтобы прикоснуться к этой великой святыне Украинской Православной Церкви, чтобы помолиться, побыть, немножко собраться с мыслями. И понятно, что вот идет этот опрос, идет определенное раскачивание аудитории, идет определенное такое вовлечение жителей в то, чтобы высказаться по этому поводу. Но мнение на самом деле никого не интересует. Решение давным-давно принято, и всем хочется получить имущество Украинской Православной Церкви. О людях-то сильно не заботятся, потому что мы можем увидеть огромные потоки людей, которые идут в тот же Почаев. Люди стремятся, люди хотят, люди просто жаждут прикоснуться к святыне Украинской Православной Церкви. Свято-Успенская Почаевская Лавра, настоящий центр православия в Тернопольской области, да, в общем-то, и для всей Украины. И приезжая сюда, ты вот ощущаешь особую Божью благодать. Центры духовного образования, монашеской жизни, безусловно. Но последние несколько месяцев центр, благодаря которому многие спаслись от войны. Тысячи, в буквальном смысле тысячи людей прошли через Почаевскую Лавру, об этом вам не расскажут светские СМИ. Вот те самые, которые сейчас призывают запретить Украинскую Православную Церковь. И я, в общем-то, пообщался всего лишь с одной семьёй из Харькова, которые также бежали от войны. И совершенно непонятно, что было бы, если бы не Почаевская Лавра. Я приехал неделю назад. Дочка с супругой уже почти три месяца здесь. Благодаря Господу и заботами. Водыки и Лавры кормят, поят, помогают в гуманитарной помощи. Все надо с одеждой, с питанием. Чисто, всё аккуратно. Всё в порядке. А скажите, а почему вы решили вот из Харькова ехать именно сюда, в Почаев? Ну, я с самого рождения сюда ехать. Ну, не с самого рождения. Моя семья здесь обрела веру. Моя бабушка ещё здесь исцелилась в пещерку Иова-Почаевского. Залезла и исцелилась. Мы четыре года назад здесь венчались с супругой. Теперь у нас здесь точка. Привозим её сюда на воспитание, на послушание. Подрастёт, будет помогать. И первое, что куда ехать на Западную Украину, куда на Западную Украину. Первая мысль была о Почаеве. Мы смотрели, мы постоянно слушаем онлайн-трансляцию. Вот, и мысль пришла в Почаеве. Самое безопасное место. Как вас встретили, скажите, пожалуйста. Ну, мы приехали. Я с дочкой приехала на эвакуационном поезде сюда. Подошли на администрацию. Нам выделили бесплатно место. До сих пор дают бесплатные талоны на питание. А сколько вот таких людей, как вы, вы многих встречали, которые приезжали сюда в поисках помощи и убежища? Вот сколько примерно, если можно посчитать? Вот то, что вы видели. Я не знаю, но вот мы жили в одной комнате. У нас там не Запорожье были. И из Киева семья была. Сейчас я живу с женщиной со Славянска, она с тремя детьми. Здесь много людей. Много Харьковских, много со Славянска. Этих я встречала. Анна, Андрей и Мария. Они, в общем-то, рассказали о том, как их принимали в Почаевской лавре. Что им предоставили, какую помощь им могли оказать. И я, конечно же, задал вопрос, что было бы, если бы на их пути не оказалось Почаево. Вот смотрите, вот последний вопрос. А что было бы, если бы, к сожалению, не оказалось такого места, как Почаевская лавра, которая принимает людей, которые бегут от войны? Вот чтобы вы, как бы, в какой бы ситуации вы оказались? Я не знаю, как бы это было. Было бы очень тяжело. Я не знаю, честно. И вот сколько таких людей, сколько таких семей, которые прошли через Почаев, которые прошли через другие храмы и монастыри, и в каждом они могли получить помощь, в каждом их ждали, как дорогих гостей, не задавая каких-то лишних вопросов. Зачастую даже не интересуясь, насколько глубоко воцерковлен тот или иной человек. Просто помогая, потому что люди в этом нуждаются. Но этого, к сожалению, совершенно не замечают все те ненавистники и все те богоборцы, которые мечтают запретить Украинскую Православную Церковь. И в то же время мы не видим каких-то движений со стороны этих людей, некоторые из которых представители власти, для того, чтобы помочь людям, страдающим от войны. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал витражей о вере в красках.